МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, полным-полна моя коробочка Есть и ситец и парча Ах, жалеть душа зазнобушка Молодецкого плеча АПЛОДИСМЕНТЫ Мария, 74 года. В 16 лет была вынуждена выйти замуж без любви. Ушла от мужа, когда поняла, что он лентяй и пьяница. Мария работала мотальщицей на фабрике по производству льна, поваром на шахте и косметологом в парикмахерской. Сейчас на пенсии. Поет в народных ансамблях, играет в бадминтон и шахматы. Гордится своим непревзойденным пловом и бриллиантовым кольцом, которое досталось от бабушки. В мужчинах Мария категорически не терпит лень. Выйдет замуж за стройного, спортивного и хозяйственного мужчину, молодого телом и душой. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, девочки, красавицы. Для кого это вот красота? Это для вас я приготовила. Правда? Спасибо большое. Чтобы вы пробовали, как я готовлю. Так угощайте! Ну, что ж за это? Не вес, застыл прямо. О! Давай, только только не руками. О, давай, мы сейчас вилочки, вилочки. А вилочки? Отлично, давай, вилочки. Пожалуйста. Очень хорошо. А это и есть ваш фирменный плов, да? Девчонки, держите руку. Спасибо. Как сыр в масле Виктор будет кататься. Это точно. Это точно. И все тут своими руками сделано. Мария, я думала, почему вы так хорошо выглядите? Потому что в косметологии всю жизнь. Нет. Знаете, какие-то особые секреты? Есть секреты у меня. Я пользуюсь кремами своими, которые я изготавливаю. Мед, яйцо, желточек и... Ну, могла бы, между прочим, по баночке нам принести. Это уже нам не по шишнаковое. Ну, конечно. Лучше бы кремик его принесла, правда? Слушайте, и что, и не подтяжек, и, ну, честно, никаких операций. Вы ровесница моей мамы. Потрясающе. Мам, вот посмотри, а ты все жалуешься, все тебе не так. Посмотри, красотка. Потрясающе. То есть деньги не будут тратить на косметику? Мам. А в 16 лет вы шли замуж, и мне даже трудно вообразить себе, какой вы были. Наверное, мужики и парни молодой головы сворачивали вслед? Нет, никто не сворачивал. Я очень была скромная, такая забитая девочка, которой нельзя было мне одеваться, потому что ни во что было в то время. Мария, ну, 50-е годы. Ну, все, в общем-то, были. 50-е, 60-е были в равном положении, ну, за исключением, там, ну, каких-то единиц. Ну, в общем-то, одевались все в одно и то же. А не было вот такого таланта перешить себе что-то, вот чтобы... Нет. Или не было желания, в общем-то, выделяться? У меня к этому способности не было. А когда вот появилась вот эта страсть быть на виду, за водилой, развлекать всех, петь, танцевать? Уже с возрастом? Нет, я еще в детстве была, мне папа водил на концерты, тоже пела, маленькая была, мне заставлял стихи читала, там, вот такое. А потом, что с возрастом мне это нравилось, все, и я вот это занималась. Вот смотрите, а если в семье было все хорошо, и с папочкой были такие отношения, а что за напасть 16 лет замуж-то, Маш? Ну, родители, мне так пришлось уехать в Донбасс, там, деньги тогда хорошие платили, мы с подружкой договорились уехать за большими деньгами. И школа ведь не закончила, да? Да, да, ну, когда я хотела... А брали, в таком возрасте можно было завербоваться? Да, да. Да что вы говорите, несовершеннолетник? Да, приехали туда, и, значит, вот мы в общежитии жили, а потом, как бы сказать, в общежитии было мальчиков много, а девочек, она в общежитии. Со мной были девочки все уже старше меня намного были. Слушайте, а у родителей сердце не лопнуло? Ну, может быть, и лопало. Или время было другое доверие, или как-то, наверное, все-таки было меньше цинизма, и не так страшно было за своих детей. Потому что были, наверное, какие-то руководители, воспитатели, но я не знаю, как это называлось тогда. Ну, мама, он сама говорила, говорит, с ваших рамтов не хлеб не есть. Мама у меня очень бедная была, она воспитывалась у других людей, она неграмотная, даже не умела расписываться. И когда мы ее научили, она только крестик ставила. И я хотела, конечно, учиться или врачом быть, или там артисткой, допустим. Она мне сказала, мне с вашей грамоти хлеба есть не буду. Судя по ней, у нее не очень высокое образование. Ну, и там закрутился роман? Ну, роман там закрутился, просто романа как таково не было. Потому что, понимаете, просто от страха вышла замуж. Бывает такое. Потому что у нас каждый вечер там вот эти гулянки, все такое. А ребята из армии ехали, из тюрьмы ехали. В общем, пять общежитий, девочка, одно, девочка одно. Ну, в общем, захотелось быть каким-то защитником. А мне от страха хотелось уйти куда-то с этого общежития. И вот я встретилась с своим мужем и не дружила, и не любила, и вышла замуж. Маша, вот мне извините, конечно, вот вы рассказываете, у вашего свата Владимира прямо глаза горят. А вы-то как записались среди девчонок. Не было у вас отношений, нет, с Машей? Ну, отношения такие были у нас. Романтические. Романтические, да. Но, понимаете, не то, что мне нужно. Не, ну, если с твоим бывшим бойфрендом пришла, значит, есть какая-то связь, общение. Так, он хороший человек, он играет. Мы сейчас просто друзья с ним. Мы, значит, он играет, я везде пою, помогает мне. Ну, поняла, поняла. Ну, вы, наверное, еще бы. Творческая дружба. Да, творческая. Творческая дружба, понятно. Понятно. Мария, ну, в общем, мужичок ваш оказался, муж, негодным. Никуда не годился. Стал им пить и гулять. Да. Но деток от него родили. Двои детей родил. И даже до сих пор не знает, какие его дети, где они, чего. А он не был оживлен. Даже ничего. Я отказалась от алиментов. К одно время он прислал мне 4 рубля. И, конечно... Со словами, у меня в штанах детей много. Да, да, сказал, у меня в штанах детей много будет. И я сразу вот, наконец, порвала с ним, сказала все, и вот разошлась. Ну, дети уже, Виктор, сейчас не помеха, я так понимаю. И они уже наверняка взрослые сами живут. Вы знаете, что меня радует, Мария? Вот на вашем месте, когда сидят мужчины, дедушки вашего возраста, постарше, все хотят до 32-х, детородного возраста, красотку, молодую и так далее. Очень обидно нам, женщинам, потому что они даже 40-летних не разглядывают никак. Ну, для них это уже старое. Вот такая дискриминация. И то, что вы сегодня пришли за молодым мужчиной, так меня это радует. Наконец-то пусть они поймут, что, в общем-то, в дедушках даже бабушки не особо нуждаются. Ну, что же, мы тоже женщины в возрасте тоже любим, мы молодые. Конечно, конечно. Мария, теперь осталось определиться, для чего нужен муж, и будем уже советоваться и знакомиться. Во-первых, чтобы я его любила, чтобы он мне нравился, был хозяй. А что, прям в нашем возрасте, вот прям так, любовь, что ли, да? Можно, да. А я думаю, спокойно. Или того, что я не любила, или того, что я еще не любила. Да ладно. Вот у меня, честно говорю. Или того, что я по-настоящему не любила. Хочется, чтобы... Ну, сначала детей, потом внуков, наверное, да, растели. Да, да. Поэтому хочется любви. А вот в вашем представлении любовь, потому что в 20 лет мне хотелось красавцев, в 25 мне хотелось гений в талантливых, знаете, заброшенных, забытых всеми. В 30 другого, ну, и, понимаете, как-то, ну, эволюционировало понятие любовь. Вот сегодня мне нужна забота, понимание, друг, и я вообще должно быть легче, чем без него, без моего мужа. Нет, смотри, какой мужчина. А вам? Нет. Нужно знать, для чего он вам нужен. Каких радостей от него ждете? Нет, чтобы радости были от него, чтобы он помогал мне. Послушайте, в 20 лет телесной радости, потому что, когда тебе гормон голову разбивает, ты будешь не обращать внимания на его лыси, но на его плохой характер, на все. А в 40 ты уже соображаешь, что, в общем-то, человек, он не очень. Я с вами согласна. Вы в 74 года каких радостей для себя хотите? Я хочу радость, чтобы человек был приятный мне, чтобы он меня жалел, чтобы помогал мне во всем, понимаете? Во всем это в чем? Во всем смысле. Ну, во всем, даже по дому помогал. А, значит, к себе пустите, да? Чтобы, ну, как бы сказать, что я делаю, чтобы он мне хоть словесно помогал, понимаете? Не то, что вот я делаю, как будто я вот... Ну, то есть не приживал, который придет к вам, чтобы свою старость повесить на вас, а не на детей. Значит, у нее своя квартира должна быть, и вы так в гости ходить будете друг к другу? Такого не надо мне. Ну, к вам придет-то? Не знаю. А вы в Москвичка? Я не москвичка, я альберчанка. А в Люберцах это же практически. Ну, у вас есть своя квартира, детки живут отдельно. Да. Ну, так мы и к вам тогда, чтобы далеко ходить не надо. Если приличный, то почему нет, правильно? А его можно выздавать. Если так, то вообще можно. Она не предлагает свою там любовь и заботу, она вот требует, выставила требования своих мужчин. Она посмотрит одного, другого и третьего, ну и сделает выбор. В любом случае мужчина будет с прошлым. В любом случае, если он порядочный мужчина, значит, он вдовец, дети, внуки. Будете обговаривать количество времени, проведенного с его детьми, внуками, правнуками? Нет, я уже устала от этого. Вот я, например, на вашем месте бы сказала, нет, у твоих внуков есть мамы и папы. Пожалуйста, я хочу жить сегодня для себя. Да, поэтому никаких внуков в крайнем случае через воскресенье на часок. Да. Либо вы скажете, да, всю жизнь мечтала, большая семья на 300 человек, и пусть внуки живут у нас. Как? Тогда это я из вас сейчас вытаскиваю. Только, только обоюдно с ним все вопросы. Дети уже... Послушайте, для вас принципиально должно быть важно количество времени его, потраченное на своих внуков, правнуков, детей, отпуск, выходные. Нет, такого мне не надо. Какого такого не надо? Чтобы он на внука тратил времени. Вот, так вы тогда говорите. Мне не надо, чтобы он на внуками занимался, а я опять же осталась подкурить. А сколько времени ему будет позволено без скандала? Ну, без скандала, можно ходить там, ну, навещать, и я могу ходить. Раз в недельку? Да. Ну, чтобы, допустим, дети у вас не вали и ночевали, и вам сбагривали внуков, это нет? Нет. Маш, а вот еще уго-го же ведь надо, да, по поводу того-то физиологии-то? Или как? Или уже... Физиология можно и просто, знаете, без физиологии даже можно жить и любить. Нет, что значит, не можно? Вам-то надо или не надо? Мы сейчас можем и без физиологии, и с физиологии найти. Ну, а кому не надо? Вам что надо? Да, 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 надо физиологию. Физиология нужна. Конечно. И что значит, ого-го? Да, да. Ну, нормалек. Ну, я думаю, Виктор уже обнять-то крепко сможет. Так, чтобы все в порядке было. Она зрела любого гораздо лучше, нежели там вот эта скоростелая. Да, 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 да. Девочки, вы и давайте уже жениху встречать. Ну, раз Мария еще старость не собирается коротать, без кем доживать, да, ого-го. Ну, вы-то знаете, у вас были романтичные отношения. Нет, нет, как она сказала. Он, может, поэтому не подошел, Ларис, что не ого-го. Так что, единственное, что лет на 15-20 моложе. Прямо, чтобы еще конь был. Размечталась. А еще. Василиса. Даже если сегодня в нашей программе вы чуть-чуть подразочаруетесь, и не все мужчины сразу дадут повод в них влюбиться, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, не падайте духом, потому что через полгода невозможное может стать возможным. Одним словом, я считаю, что у вас есть все шансы замуж выйти. Но мужчина вам нужен крепкий, чтобы выдерживать вашу активность. Такой, если будет вяленький, я боюсь, что вы его затюкаете со своим земным темпераментом. И он должен быть, ну, скажем, достаточно нестандартным мыслящим и не обремененным действительно с семьей. Но он должен быть обременен историями прошлого. Если у мужчины была интересная история, даже если он где-то там заплутал или что-то было нехорошее в жизни, обязательно берите. Я считаю, что вам с таким человеком будет интересно и правильно. А я хочу просто эту программу сегодняшнюю посвятить всем нашим мамам, которые отдали себя всю нам, которые нам служат, нам, нашим детям, то есть своим внукам. Мамочка моя дорогая, вот я знаю, что ты смотришь все мои программы. Посмотри на Марию. Посмотри, я тебе сколько раз говорила. Посвяти себе время, полюби себя. Ну, не обязательно замуж. Но посмотри сколько, посмотрите все, сколько в человеке жизнелюбия, сколько желания любить, отдавать любовь. Я вам искренне завидую, у меня столько энергии нет, Мария. Поэтому я буду сегодня вестись за вами. У вас глаз горит, вы удивительны. И дай вам Бог здоровья, и дай вам Бог прожить, потому что, глядя на вас, мне страшно не стареть, не умирать. И я думаю, многие сегодня сидят у телевизора и думают, господи боже мой, мне 60, а я уже там расклеилась. Вот, посмотрите. Годится мне в мамы, сколько энергии. Так что, дорогая моя, позвольте себе полюбить того, кто нравится. И не смотрите, вот как раз, ни на квартиры, ни на деньги. Все у вас и так уже хорошо. Вот любите. Очень важно, чтобы на себе не ставить крест. А то думают, вот я уже дедушка, все там. Надо жить, пока есть, возможно, живем, да. Вот помнем, тогда уже крест поставят. А пока мы живем, надо и любить, и творить, и помогать, и вообще общаться. Уже через несколько минут наша невеста познакомится с первым женихом. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Мария. Встречайте первого жениха. Добрый день, Мария. Здравствуйте. Я очень рад вас увидеть. И хочу, чтобы вы прямо с этой студии была моей женой. Ух ты! Проходите, поговорим. Спасибо. Смело заявление, смело. С кем вы? Я, это моя девушка, моего сына. Ага. Нет, моего сына девушка. Очень приятно. Александра. Давайте на вас посмотрим. Юрий. 71 год. Мастер спорта по тяжелой атлетике. Работает охранником в автотранспортном предприятии. Предупреждает, что всегда идет на компромисс, но не любит, когда этим злоупотребляют. Ведет здоровый образ жизни и категорически не приемлет курящих женщин. Мечтает встретить добрую и активную любительницу природы. Бывшая жена Юрия пыталась отравить его ядом для тараканов, но ради детей он прожил с ней 21 год. Надеется, что Мария умеет прощать обиды. Слушайте, ну это ужас какой-то. Жена травила ядом для тараканов. Какой кошмар. И даже кошмар не в этом, а в том, что вы простили. Простил и жил 20 лет. После этого? Да. А почему? Чтобы двух сыновей надо постоять на ноги. Юй, а как узнали, что она обостровила? А узнали, я пришел с ресторана, она мне налила коньячку. Ну, Юра говорит, пей, пей. И еще, говорит, выпил все. И у меня через 10 секунд, через 5 секунд пошла эта пена изо рта. Но она вызвалась в скорую или... Нет, нет, нет. Юра ничего-ничего. Мол, давай на тебе чайку, чай выпей, все. Я говорю, Нина, какой чай? Я говорю, еле чуть живу. Юрич, когда вас стали расспрашивать в больнице, что да как, вы сказали, что выпили коньяк, да? Да. Ну, даже экспертиза... И отрава чеберится. Скажите, а экспертизу провели? Да, конечно, конечно. Ей грозило 2 года тюрьмы. Но я думаю, как, зачем ее так пожалел? Потому что больше-то сыновей пожалел. Вот. И встали жить вот... А за что она обманул-то? Скажите, вот это что должно было между вами произойти? Ну, немножко гулял, девушек любил. Гульона? Вот, вот чину ты довел. Немножко, немножко гулял девушек любил. Ага, немножко. Немножко погулял. Может и правда. Вот смотрите. Ну, я же был уже не такой, как... Ну, понятно. Представляете, как до какого отчаяния должна была дойти женщина с двумя сыновьями, чтобы пойти на такое. Она же тоже осознавала, что может сесть. Вот мне кажется, это такой человек, который не пойдет на компромисс как раз, он будет стучать по столу кулаком и говорить, хочу вот так и будет так. Охранник. Охранник. Вы, я думаю, все-таки не из-за сыновей остались, а из-за того, что пожалели. Из-за сыновей. И прожила ей 20 лет, а потом уехала. Ну, у вас же были отношения с ней эти 20 лет? В смысле, спали? Ну, естественно. А как? Конечно. С врагом народа только, он прямо ее со всей, со всей страстью, не страстью, со всей злостью на ее отомстил каждую ночь. Точно, как врага народа. Нет, а после этого-то продолжал, более честно. Боялся уже, наверное. Подействовала, я чувствую, подействовала. Боялся, боялся. И вот сейчас вот. Женщина, я вас умоляю, вы сейчас смотрите телевизор, не надо, вы знаете, как есть реклама, говорит, не пробуйте, не пытайтесь повторить. Потому что Юра профессионал, понимаете? Он выжил, но вы не пытаетесь вот так же мужиков своих отвадите от гуляния. И в данный момент все-таки меня оттянет, все равно хочу жениться. На зло врагам выжил. Да. Развелись, потому что детей вырастили? Да, да. Или молодух встретили? Ну, молодуху попозже, когда в Питер уехал жить. Жить, работать. А сколько вы уехали? Так, ну, уже годики были, где-то 40 с гаком. Сходил в мраморный дворец на танцы. Была раньше танцы, а не дискотека. Для тех, кого за 30? Да. Я даже знаю, где это было. А знаете, откуда знаю? Рассказываю быструю историю. Недалеко наше общежитие было, театрального института. И наши пацаны, ну, знаете, и наши пацаны ходили в этот клуб, кому за 30. Потому что там, говорят, иногда были бабки лет 35-32, бабусики, говорят, попадались. Да такие веселуки и при деньгах. И наши, значит, товарищи, наши студенты, там у них столовались. Иногда даже нам перепадало, приносили что-нибудь вкусненькое. И говорят, моя-то, моя-то перед работой. И напекла там пирог. Так что мы еще и кормились от этих бабусек 30-летних. Я знаю, это было далеко с нами. И вот вы там затусили с одной, с питерской молодухой. Я ходил на танцы, на другой день, это... Жить начали. ...зад и на работу на Балтинский завод кранмейстером. А прописала она? Конечно, конечно. А как же? Конечно. Хорошо. А что с молодухой не сложилось в Питере? С молодухой? Ну, она была на 8 лет старше. А, молодая была не молода. Да. Мородая была не молода. Мородная такая была. Глазки-то у нее маленькие. Маленькие. А чушьки-то у нее большие. Вот именно. А рассмотрел, что она так нехороша с собой. Через сколько? Не очки, а была чуть не лупа такая. Вот. Ну, я начал стесняться. Юр, а когда рассмотрел-то, что молодуха-то нехороша с собой? Рассмотрел через неделю. Когда прописка была уже. Вот смотрите, Мария у нас, Юра, с какими требованиями. А вы всегда будете с причесочкой вот так хорошо выглядеть? Всегда. Или только сегодня постарались? Хорошо, тогда я вас, Юра, подозреваю, что вы корыстно женились, чтобы прописаться. Но не могли же вы, ей-богу, не рассмотреть, что у нее вместо очков линзы. А ей-то как повезло. Посмотри, мужчина-то какой. Она-то за меня бегом. Полюбили? Да. Прямо с третьего этажа. А вы-то скрипя зубами, но зато прописка. Ему было одиноко в Питере. Ну, один раз было, но один раз. Хорошо. Сейчас что у вас есть? Где вы живете? Я живу у двоюродной сестры. Где? В Московский район, в Питере. Нет, это не конкурент. Хоть он и спортсмен. Вот тогда скажите, у вас нет своей квартиры. Так. Я так понимаю, что охранника вам в автотранспортном предприятии тоже не слишком доходно, да? 71 год. За что вас должна полюбить женщина, чтобы выйти за вас замуж или обратить на вас внимание? Что у вас особенно? От пальчика не пью, не курю. Уже памятник сегодня надо ставить. Не надо, не надо. Еще время пожить. А может, еще сюда? Ого-го? Это чинно. Ого-го, да? Ого-го, да. Бутеро. Это все, все, все. Заодно это уже. Это все, да. Ну и тогда я верю. У вас есть какие-то вопросы друг к другу? Ниже пояса у меня все прекрасно, зачинно. Все. Зачинно. Тогда вопросов нет ни у кого. Юрий, осталось посмотреть на сюрприз. Я мастер спорта по штанге, по тяжелотечике. Ух ты. Сейчас я вам покажу, как работать с снарядом. Это был жим, рывок, толчок. Начинаем. Садимся в низкий сет. Два пальчика отступаем от грифа. Два пальчика сюда приседаем. Тянем ножками. Обалдеть. Потом спинкой. Рывок. Обалдеть. Спасибо большое. Держать или секунды. А можно я проверю? А то вдруг, как в цирке у вас здесь пух, а мы здесь все вам аплодируем. А вдруг здесь это пухово? Нет. Осторожно, осторожно. Осторожно, вы что? Осторожно. Осторожно, осторожно. Осторожно. Тихо. Да. Вот так же и по поводу ого-го боюсь, Мань. А как натурально-то. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты смотри, вот как мы его рассе... Вот они, мужчины. Слушайте, я купилась. Купилась ты. Я купилась. А я вот не купилась. Вы умная, а я хитрая. Поэтому проходи за свою комнату. Спасибо большое. Мне даже жарко стало. АПЛОДИСМЕНТЫ Растерялся, ёлки-палки. Давай пять. Круто. Какой ёлки-палки. А ты смотри, как натурально-то всё. Ну не будет он на руках носить её. Не сможет. Не будет. Не сможет. А надо вообще? Инна Владимировна, ну-ка рассказывайте впечатления о Юрии. Ну, в общем-то, не очень, если честно. А вам? И у меня тоже не очень. А что насторожило? Да, очень много такого. Ну, какая-то вот его бурная молодость и жизнь такая. Ну, я считаю, что мужчина сам должен как бы что-то в жизни создавать. Мария? Я согласна. Вот почему басня про попрыгунью стрекозу, которая пропела, да, «Лето красное», а почему про попрыгуна стрекозла нет? Вот типичный пример. Не, ну вот серьёзно, да? Совершенно верно. Вот тоже масса вопросов. Ну, не верю я. Ну, даже если ты развёлся с женой достаточно давно, но к 70-ти годам уже как бы, мне кажется, правильно что-то иметь. Потом вдруг 45 лет сорваться, поехать в Питер. Потом этот брак сомнительный с молодухой, которая была не молодухой, страшненькая. Ой, ну всё, обижают нас, обижают, кошмар. А я считаю, что нормально. Да в 71, а вам в 74, знаете, они всё-таки умирают, как говорится. А без мужчин жить невозможно. Поэтому чуть-чуть так пробрасываться. А мне лучше иногда одной, тем более в таком возрасте. Да ладно, одной. Знаешь, дети не всегда успеют, а тут всё-таки живая душа рядом. Ну, ну ничего, ну сил уже не те. Ну, в конце концов... Может, лучше почитать 74, чем мы уже... Ой, знаешь, ну не всегда почитать успокаивает. Родное как-то тёплое хочется рядом. Поэтому вы уж знаете как, ну про запас-то тоже. А то тут вот это. Ой, мне казалось, такой самовлюблённый Василий. Ну ничего. А потом моя мама говорит, например, что люди с возрастом становятся только хуже. Лучшие люди с возрастом не становятся. Но я должна сказать, что он не самый уживчивый с женщинами человек. И, конечно, как у большей части мужчин рыб первая часть жизни проходит, как в тумане, не помнит ничего. Я думаю, что рассказывал. И сейчас про свои собственные эмоции и мотивы своих действий ничего не может сказать. Но это тот человек, с которым нужно его не утомлять. Лучше всего жить в соседней квартирке, по зову являться. А в тот момент, когда он от вас устанет, лучше быстренько скрыться с глаз долой. Потому что быстро устает от женщин, быстро влюбляется, интересуется, готов к отношениям, казалось бы, но ненадолго. Меня, конечно, смутила вот эта её вот прицеленность на недвижимость и всё остальное. Как-то и не любви она ищет, не любви. Давай поженимся теперь ваше мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Не пропустите второго жениха. Совсем скоро с ним познакомимся. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Марии. Встречайте второго жениха. Здравствуй, Маша. Здравствуйте. Я увидел вас и, ну, просто восхищён вами. Я много видел кинофильмов, я много листал журналов всяких. А такую красавицу, как вы, что-то припомнить не могу. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ На первую встречу перевчисление такой вот. Да. В флоновскую одежду одеваться. Боже мой, боже мой, что это за такое у вас в руках? Шик и блеск. Шик и блеск. Шик и блеск. Труляля. Я так растерялся, что главное забыл подарок сделать Маше. Господи. Ну, теперь пройдите и сделайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо принять это. Это вот я сделал своими руками. Вот это обшил своими руками. Это купил в магазине, но... А кепку саденем? Но эту кепку сейчас одеть, наверное, на такую прическу нельзя. Ну, а что, попробуем. Нет, просто притчу-то сейчас используйте. А что, нормально? А нет, нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ Кепок сейчас. Спасибо. Ой, сними, сними, сними. Виктор, с кем вы? Он у меня... Вот, Сват Геннадий Петрович. И? И Влад, это у меня друг. Давайте на вас посмотрим. Виктор, 67 лет. Баянист-виртуоз. Гордится тем, что из обычной одежды секонд-хенд может создать костюмы, достойные высокой моды. Признается, что в его доме царит творческий беспорядок. Предупреждает, что никогда не свяжет свою жизнь с глупой и властной женщиной. Виктор тайно женился на бывшей жене и долго скрывал факт рождения совместного ребенка. Но со временем понял, что разбитую чашу не склеить. Надеется, что с Марией ему захочется кричать о своем счастье во весь голос. А вам пистолет зачем? А пистолет это для поддержки. Зато у вас для поддержки вон какой, Геннадий Петрович. Да. Какими судьбами и с мандаринками. Геннадий Петрович, не нам ли это в гостинице? Да, обязательно вам мандаринки сейчас прямо, да? Чтобы подкласть... Наконец-то не оладьи вредные, да? Мандаринки особые, самые лучшие причем. А познакомились мы с Виктором очень просто. Пришел на передачу, я вижу такой талантливый, молодой мужчина. Вот, ну какой-то одинокий. И сразу, опаньки. Да, решил поучаствовать в его судьбе. Думаю, а надо же найти ему достойную невесту. И думаю, надо обратиться к профессионалам. Вот к вам и обратиться. Ой, Геннадий, да я знаю, Ларис, была я у него, представляешь, там тоже молодуха была. Ой, как он ее обнимал. Так она все же любит. Конечно, все же не мог, забыла. Он не только обнимал. Ты знаешь, по Останке на какие слухи ходит? Да что ты? Конечно, иногда даже детский плач уже из каких-то гримерок заносится. К возрастной, а? Чтобы себе побольше досталось. Возрастной как раз созрел, это очень важно для серьезных отношений, понимаете? Для возрастной он созрел, мы поняли. Вот, и очень оригинальный. Геннадий Петрович, человек праздник был. А можно вам вопрос, а не вредит ли секс в таком возрасте? Нет? Я думаю, что только омолаживает. Омолаживает? Ну тогда больше вопросов задавать глупых не будем. Правильно. Перевели стрелки на Малаха, на Геннадия. Сейчас они, конечно, будут на него. А какая реакция по отношению к вам со стороны соседей, прохожих? Я такие фотографии, сколько вольности и в шортиках, и взгляд такой наглый. А в чемодане у такого страны человека, поди знаешь что. А у него пятка шуток, поди самым козы. Каждый чемодан к разным этим. А можно очки уже теперь снять? Конечно, конечно. Вот теперь хочется... Потому что глаза-то зеркало дыши. Красавец. Ой, какая красавица. Оказывается. Вхожу в штопор, вхожу в штопор. Смотри, как он выглядит. И даже без очков, смотри, как он намного старше выглядит. На улицах в целом реакции положительные. И даже очень положительные, поскольку теперь жизнь демократическая пошла. Поднимается расстроение у людей. Да. Иду по улице, мне говорят, о, мужчина праздник. Или, о, Витька модник. Это мне тоже нравится. Они говорят, да на нем пахать надо. Нет? Нет, когда они говорят. У меня одна невеста тоже вот познакомилась с таким праздником. Только в другом аспекте. Представляешь, говорит, Руслан, а он, говорит, йог. Он пришел, говорит, зима. Он сначала думал, ну, в кафе встретился. Думал, шубу оставил в гардеробе. А он нет. Он прям так в маке, в рубашке, так и пошел. Главное, чтобы, понимаете, чтобы она была не старше. Потому что будет в последний путь ее вот так провожать в таком наряде. Что будет? Прости, Господи. И превратят они это. Такое мрачное событие грустное. Во что? Ну, вы посмотрите на невесту. Разве можно сказать, что она имеет старость или даже возраст какой-то? Это 20-летняя девушка. Да вы смотрите прекрасно. Вы прямо в палец можете прекрасно. А у вас со здоровьем, я имею в виду, зрение хорошее ли? Ну, слава Богу, насчет зрения... Да нет, в этом возрасте лучше плохо видеть, Ростин, честно. Там смотреть не оно что-то. Скажите, а как получилось, что вы женились дважды на одной женщине? И даже тайно, и даже тайно ребенка родили? Ну, тут у меня в этом вопросе как раз судьба очень популярная, очень распространенная, как и у всех. Родился, учился, трудился, потом влюбился и женился. Любовь кончилась, развелись. А зачем второй раз с ней стал шишлицем? А вы же прекрасно помните такую песню с такими словами. И он уехал, я его забыла, прошли года, потом я поняла, что это счастье настоящим было. И вот. И вернулся. Перед людьми было неудобно, поэтому встречался тайно, и да встречался, что там ребеночек родился. Ну и что мешало уже с ребенком вместе так долго шесть? Ваши выкрутасы вот в виде? И они тоже. Она говорила, Витька, уже возьмись за ум, ну тебе столько лет, ребенок уже, ну соседи вон говорят, ну как-то стыдно, да? А вы, говорит, ничего ты не понимаешь. Да, да. Село-то село. А вы нашу невестушку куда повезете? К себе вон в Киров? Или к нам влюбиться? Это ведь деталь. Здрасте, деталь. Главное, чтобы у нас чувства возникли. Возникнут, возникнут. Куда вы денете? Да, остались и туда, и к себе, и к себе. А у вас там что есть там? Там слава. Чего там есть? Слава Витьке Мудника, понимаешь? Ну, знаете, вот насчет чего есть. Квартира есть? Разрешите, разрешите с вами познакомиться. У меня картошка есть и корова дуется. Ох, какая прелесть. Шапка уже есть. Артонал за малым. Платье заменять, и все будет в порядке. И нарбат. Так, хочу посмотреть на сюрприз. Сюрприз, будет сюрприз. Маша, позвольте представить мне свой, так сказать, творческий талант. Это же надо было уговорить взрослых мужчин вот так вот выйти в таком виде. Маша, позвольте представить. Маша, позвольте представить. Спасибо вам огромное. Просто, ну, я давно такую радость не испытывала. Это правда творчество. Виктор, забирайте свои сватов, ваши реквизиты, проходите в свою комнату. Мы о вас будем сейчас говорить. Ну что, ребята, оказали не злодимое впечатление. Я думаю, все, браво, больше никому не криво. Спасибо. И все благодаря поддержке. Молодец. Но вот другое дело, пригодны ли такие мужчины к браку, как вы думаете? Ведь, ну, он говорит, что так на него прохожие реагируют с улыбкой. Но, наверное, жена подустала, нет? Ну, он еще что-то не сказал, как насчет жилищного вопроса у него. Все это как-то скользко прошло так. Это очень важно. А у вас есть жилплощадь? У меня есть уличная. Понимаете, вот с таких людей, как Виктор, спрос другой. Совершенно верно. Спрос другой, но они совершенно не предназначены. А у другого будет там четыре квартиры. У него же душа, посмотрите, какая творческая. О, Маша тает. Расстояла. Виктор однозначно растаял. Она сама любит бусики, украшения. Вот гляжу я и гляжу на этих мужчин, и понимаешь, что вот когда сватаются, ухаживают, все они прямо звенят, как апрель. Как только замуж выйдешь, декабрь-декабрь. И причем 12 месяцев в году. Мария, Виктор – это штучный мужчина. И для штучного мужчины подойдет штучная женщина, которая оценит, полюбит, которая вместе с ним будет зажигать. Виктор – провокатор, конечно. Это не только любовь к красивым нарядам, но это страсть к капотажу. Он хочет привлекать внимание, и хочет привлекать его вот такими традиционными... Прокрасивые-то загнуло, конечно. Прокрасивые наряды. Нет, но он хочет яркости. Нет, но он такой мистер-фрик. Понятно, он может возглавить сегодня движение... Вот задумаемся, почему это так? Потому что в гроскопе Скорпиония Венера... А может быть, у Гогена спросит? Надо Гогена позвать. Нет, у Гогена тоже Скорпиония Венера, между прочим. Так что это, конечно, гроскопическая предрасположенность. Только до определенного возраста он играл в сложные игры отношенческие, то прятался с женой от кого-то, тайное ребенка родили, возвращался, уходил. Потом уже с определенным возрастом, видимо, стало это сложно, и потаж достигается уже другими средствами и методами. Но найдется большое количество женщин, которые мужчины подажных любят. Ему нужна та, которая будет его немножко мучить, уж скажу так откровенно. Та, к которой он будет стремиться, но которая сразу не сдастся, будет такой королевой, может быть, немножко надменной. И вот с такой женщиной он способен обрести счастье. Она будет его музой, он верным поклонником. Единственная проблема, Виктор, если невесту к себе везти, куда сидеть, если там у нас все в костюмах? Да, да, да. Вот это вот беда. Надо будет, наверное, либо жилплощадь расширять, либо к невесте ехать. Придется думать над этим вопросом. Встречайте третьего жениха. Мария, это вам. Вы так же прекрасны, как этот букет. Спасибо. Здравствуйте, Вячеслав. С кем вы? Муж моей жены. Как его назвать? Муж вашей жены, это вы сами. А муж вашей дочери, это взять. Да, извините. Извините. Давайте на вас посмотрим. Вячеслав, 68 лет. Пенсионер, механизатор по образованию. Гордится собственным автомобилем и званием лучший машинист-экскаватор. Мечтает получить права. Собирает технические гаджеты и периодически бросает курить. Вячеслав закрывал глаза на постоянные измены жены до тех пор, пока она не забеременела другого мужчины. Надеется, что Мария станет ему верной спутницей жизни. Это хорошо, еще хоть, что вы узнали, что жена от другого забеременела. А говорят, что 60% мужчин воспитывают не своих детей. По крови-то. Так что хорошо, что сразу рассекретили. А как допустили-то такое, чтобы вот... Не прикажешь, как говорится, человеку, если он отдельно... Я, например, в командировке ездил. Меня дома не было. А вам доносить стали, что ли, кто-то? Видно и так. Не насторожило, что когда вы с ней познакомились, она вам отдалась прямо в первый день? Нет, не насторожило. Обрадовало наоборот. Вот вы сначала женитесь на легко доступных женщинах, а потом удивляетесь, что она не только доступна вам. Ну, в командировке на первом ладу жизни нежелательно ездить. Поэтому так и получается. Ну, вот так вам и надо. Сидит, глазки прямо. Какие есть. Ну, прямо обидно, знаете. Подожди, за кого тебе обидно? Потому что мимо хороших проходят. А вот эти... Даже не хочу первый канал все-таки называть. Хорошая дефраза заметная. Так и не сложилось у него. Не сложилось. Так через сколько не сложилось? Ты сколько уже не прожил? Так Машка пришел, может, она отболожает. А взял же ее с детьми, да? Сын был, да, да. Ведь вас же не смутило то, что она гуляла, там вам изменяла. Вы же из-за другого развелись, и не сразу, да? Много причин было. Всевозможные. Ну, какая основная? Взаимопонимание пропало, и все. А то, что она другого родила, ну, как бы это... Это уже после было. Хорошо. Я не присутствую. Вторая, вторая была уже приличная женщина. Мы про вторую говорили. А-а-а, так вот, это наказание вам за первую. А первая у меня дочь, это взять, женат на моей дочери. А первая это была хорошая? Конечно, хорошая. А что же от хорошей ушли к плохой? Потому что у вас только одно на уме. Все течет, все меняется. Да-да-да, рассказывайте. Вот, наверное, та самая ночь. А, кстати, у вас сейчас... Это, я думаю, вам наказание, что от первой от хорошей ушли. Ну, не совсем наказание-то. Сейчас-то что-то еще осталось? Починчил. Ого-го. Починчил. Да нет, я про ого-го. А, ого-го осталось. 68 лет, мальчишка. Да он вообще на нее смотреть не может. Он весь там сконфузился. А ты как хорошо вышел, браво, спинка прямая, все хорошо вообще. Ну, как вы считаете, надо Вячеславу жениться или не стоит уже? Я думаю, надо. Он еще в полном на свете сил. Способен на многое, как удивить женщину. А что это у вас за газетка какая-то там меня смущает? Что это? А эта газетка касается именно его подвигов, достижений в жизни. Это газета 79-го года. Да что вы. Да. Это знаменитый экскаваторщик, естественно. Ух ты. Дайте глянь газетку. Вячеслав, вы смотрите, вас не смущает шесть лет разницы? Это Мария не виднее, смущает ее. Нет, а вам-то? Нет, ей это хочется молодого. Подождите, так вы и в космос летали? Тут написано «Космодром Байканур». Нет, нет, нет. Первые шаги на по земле. Нет, нет, это не космос. Там про... До космоса я еще не дошел. Да, «Космодром Байканур». Рожденный ползать летать не может. Ты лучше диплом смотришь, что ты газеты смотришь. Вон с диплом надо смотреть. Ой, как классно. Чего там? Обожаю старые фитнесы. Диплом первой степени. Какой молодец. Какой красивый был. А сейчас ничего не изменилось почти. Ну знаете... 33 года. Свои подвиги нужно подтверждать каждый день. Это было когда? Был, да бельем поросло. Что сегодня вы можете такого, чтобы Мария из всех мужчин, претендентов, выбрала именно вас? Чем будете удивлять в браке? За женщин нужно ухаживать. Вот у Маши большие требования к будущему. Марии опыта больше, она мне подскажет, если я что-нибудь ошибусь. То есть с юмором все хорошо, это уже хороший знак. А вы там... Какое? Не ревнивый? У нас, ну смотрите, какой, тоже байнист. Я не ревнивый. Байнист-то мы уберем. Это вы... Хорошо. А куда привезти? Есть или сами пойдете на площадь к Марии жить? Наверное, видать, им так надоело уже действие, что надо быстренько пристраивать его. А вы вместе живете? Нет. Нет, мы все по отдельности. У вас есть квартира? Да. Где? В Москве? В Южном Бутово. Я на юге живу. Вы, Байнист, не переживайте. Вы на наш сайт двое.тв, мы вам... Да, мы подскажем, я позабочусь. Подберем. Сколько у вас детей? Это я к тому, что вы мне нравитесь, я уже прямо вас рассматриваю. У меня две внучки, оба девочки. Сколько им лет? Одной девятнадцать, другой пятнадцать. А, ну то есть уже не надо столько времени, сколько правнуков будете нянчить? Так я не понял, чем он удивлять-то собирается, где качают сюрпризы. А там такая хихи-ха-ха и все, все удивления. Ничего, ничего нет. А как относитесь к покурите и к рюмочке? К рюмочке по праздникам, курить пока курю, но бросаем. Но вот сюрприз показать придется. Ну, можно станцевать. К рюмочке по праздникам. Ты скоро узнаешь, у кого Мария выбрала. Ну как, мне кажется, ты победил. Ну, друзья мои, Владимир Иванович, не знаю, как вы, но мне кажется, что Вячеслав, это вот прям на сладкое оставили его третьим женихом, то, что нужно Марии. Красавец, стройный, двигается как, ироничный, без вредных привычек, но классный. Ну, видно же, нет? Или вы балованная какая-то? Смотри-ка, еще нет, что-то кабинется. По-моему, Мария равнодушна. Она так долго жила без мужа, что, мне кажется, уже она никак не может привыкнуть к мысли, что кто-то войдет в ее жизнь. Правильно. Тогда зачем все это мы сидим здесь, стараемся? Прекрасно. Ну, что-то мне... Ну, что вы, давайте так, а мы вам развеем ваше вот эти что-то, нет. Вот что смутило? Ну, говорите честно, мы же здесь в открытую... Ну, вот смутили все это, дети, внуки... Подождите. Здрасте. А вы хотите такого возраста, чтобы без детей и без внуков? Что одинокого? Чтобы не внуков, не детей. Тогда 20-летнего надо брать. Это какой же он должен жизнь прожить, чтобы в этом возрасте быть одиноким, без детей и без внуков? Это какой же он должен быть сволочью? Ну, бывает, такие же без внуков. А что, одной 19, а другой 15? А если не будет внуков, а будут только дети, то, глядите, внуки появятся, наоборот, с маленькими, на няньчей дети. А здесь же внуки взрослые, вот-вот правнуки появятся. Потом он не похож на няньку-то, сиделку. Квартира есть. А мне кажется, Мария спасавала. Она чувствует, что Вячеслав с каким-то большим запросом, чем она может потянуть. И мне кажется, что вы сделали шаг назад, струсили. Просто боюсь. Вот. Нежели богато, не стоит начинать. Очень скоро мы узнаем, какой выбор сделает наша невеста. Не пропустите. Владимир и Инна. Я считаю, вы не зря пришли. Очень трудно женщинам такого возраста найти себе мужа. И сегодня наши редакторы постарались. Три абсолютно разных, очень ярких мужчины. И одного нужно выбрать достойного. Кого рекомендуете? Я думаю, у третьего жениха больше всего шансов. Она сюда зайдет. Куда он денется? Конечно, зайдет. Мария, я понимаю ваши страхи и сомнения. Но если вы уже отважились прийти к нам на программу. Если вы уже отважились сказать, да, я не ставлю на себе крест, я не ставлю на себе точку. Жизнь продолжается. Я хочу любить, быть любимой. То не бойтесь пойти к Вячеславу. Ну, моложе он вас чуток. И что с этого? Не бойтесь. Ну, мне кажется, он прямо вот пара. Роза? Знаете, как надо жить? Думаю. Чтобы тебя и сволочи помнили в этой жизни. Поэтому ничего самой не приплывает. Только одна субстанция на Бутвы Г. Жем за жемчугом нырять придется. Жемчуг сам приплыл. Вячеслав, брать надо. И не это. Берем. Понравился мне, безусловно, среди всех больше Вячеслав. Но я считаю, что на него найдется желающих слишком много. Вы можете не пережить этого. Не в физическом смысле слова, а в психологический. Психологический рост. Поэтому я считаю, что второй жених, яркий, красивый, эффектный стрелец Виктор, это ваша судьба. Витя, если невеста к нам заходит, вы ходите? Конечно. Однозначно? Однозначно. Слушайте свое сердце. Мы вам только посоветовали, а вы знаете, куда пойдете. Поэтому проходите, мы в любом случае вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону. 4151. Александр, 26 лет, номер 2983. Управляющий сетью интернет-магазинов. Любит кататься на велосипеде и обсуждать с друзьями политическую обстановку в мире. Познакомится с обладательницей задорного характера, темного цвета волос и приятного голоса. Павел, 24 года, номер 2984. Главный инструктор школы выживания, переводчик с китайского языка. Увлекается экстремальными видами спорта, уверяет, что способен выжить в самых диких условиях. Познакомится с активной, позитивной, жизнерадостной девушкой, которая не боится трудностей. Мы не знаем, выйдет Мария одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогая моя, ну... Дорогая Мария, вы меня, конечно, извините. Извините меня, но я чувствую, что у нас навряд ли что получится. Вы же меня извините. Что, жизнь есть жизнь. Вы прекрасная женщина. Что теперь, да? Прекрасно вы выглядите, да, очень прекрасно. Я тоже так думаю. Да, у вас все впереди. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала и становитесь участником нашей программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-сильный герой на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Я говорю, ну как быть с нашими отношениями дальше? Она говорит, подрасти сначала, Орек. Ну что тебе, 17 лет, про какое дальше? Учись, вон, давай, дальше. Вот тут вот, когда уже начался разлад, я узнала, что беременна. Хорошая ты, Рос, но необычная. С тобой ведь с ума сойдешь. Ты павлиний хвост-то свой пореже распускай. Пуши. Все-таки не ты здесь главная. Субтитры подогнал «Симон» кое-къем Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...